МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В деревне Калиновка состоялось открытие детской и спортивной площадок. Обе площадки мне очень сильно нравятся. Финал конкурса леди-бизнес Ленинского района 2019. Для меня бизнес-женщина – это успешная женщина во всех сферах. Очередная награда Евгения Рылова на чемпионате мира по водным видам спорта. На радость детям в деревне Калиновка появилась новая игровая площадка. А рядом с ней спортивная, где уже и взрослые смогут провести время с пользой. Главное преимущество этих объектов – шаговая доступность друг от друга. Глава Ленинского района Валерий Венцель открыл площадки, а заодно и провел встречу с жителями деревни. Подробности в нашем сюжете. Детскому восторгу от новых площадок у дома номер 90 в деревне Калиновка не было предела. Ребята старались поиграть везде, на каждом снаряде, чтобы найти свой любимый. А главное – они могли выбирать между игровой и спортивной зонами. Обе площадки мне очень сильно нравятся. И на одной можно развлечься, а на одной можно потренироваться. Каждый тренажер на спортивной площадке предназначен для определенных групп мышц. Можно подкачать ноги, руки и даже заняться растяжкой. Поддерживать или привести себя в форму жителям Калиновки теперь станет значительно проще. Не придется тратиться на абонемент в фитнес-зал, ведь крыша позволяет заниматься даже в плохую погоду. Это очень хорошая вещь. Даже при том возле дома вышел человек, просто от безделия даже подошел, два раза сделал – это уже польза. Значит, работоспособность уже возрастет и здоровье прибавится. У Кости Малинина со спортивной площадкой связаны большие планы. Мальчик занимается гимнастикой и теперь в его деревне появились все необходимые снаряды для летних тренировок. Маленький спортсмен уверен, с этой площадки начнется его путь к славе. Тут можно подкачаться и сделать себя знаменитой. Пока дети осваивали игровой и спортивный комплексы, глава Ленинского района Валерий Венцель провел встречу со взрослыми жителями деревни. Валерий Николаевич сделал акцент на том, что ответственность за новые площадки лежит на самих жителях. Построить это одно. Самое основное – содержать это. Сохранить мы понимаем, что на наших детских площадках периодически бывают подростки, которые по-своему себя ведут, но наша задача, чтобы это еще все-таки функционировало и поддерживали. Также на встрече обсудили проблемные вопросы, в частности отключение света на долгое время во всех домах без уведомления жильцов. Глава взял это дело под личный контроль, а в конце мероприятия было решено сделать общую фотографию, чтобы у каждого в памяти осталось это важное для деревни событие. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 17 женщин-предпринимателей подали заявки на участие в конкурсе «Леди бизнес» Ленинского района 2019. Каждая кандидатура была выставлена на голосование в Инстаграме, в результате чего лишь 10 прошли в самую яркую и интересную часть конкурса «Финал», который состоялся в банкетном шатре в Расторгуевском парке. Кто из участниц стал обладательницей титула «Леди бизнес» нашего района, расскажет Татьяна Брылова. Районный конкурс «Леди бизнес» собрал самых ярких представительниц делового сообщества нашего муниципалитета. 17 женщин-предпринимателей изъявили желание вступить в борьбу за главный приз. И первым этапом было голосование в Инстаграм. Больше всего голосов набрала Юлия Сатенкова. Я, в принципе, больше всего этого и хотела, именно победить в этом голосовании, потому что мой бизнес непосредственно зависит от людей. И я хотела посмотреть, сколько людей вокруг меня поддержит. 10 участниц первого этапа вышли в финал. Здесь уже поддержка близких друзей и клиентов важна менее, нежели собственные деловые качества. В главном этапе было три конкурса. Участницам нужно было рассказать о стиле ведения своего бизнеса, о том, как они достигли успеха, поделиться планами своих будущих проектов и представить эссе в деловом стиле. После каждого выступления жюри задавало интересующие их вопросы и получало порой неожиданные ответы. Спасибо за интересный рассказ. Ваше дело вы начинали со своего капитала и за счет привлечения в селе с отравленной бизнесом. Спасибо. Спасибо за вопрос. Со своего капитала. Немножко такая тема личная. Но пришлось продать квартиру в Москве. Трехкомнатную, родительскую. У каждой из этих женщин своя дорога в бизнес. Пример для них Нина Павлова, член торгово-промышленной палаты Ленинского района. Она начинала свое дело в лихие 90-е, в годы, когда пришлось полностью менять свою жизнь, чтобы выжить самой и вырастить детей. За плечами четверть века, которые дали ей понять. В слове «женщина» заключается не только нежность, но и сила, и огромная воля. Очень много в тот момент женщины пошли в бизнес, потому что взяли вот это на свои плечи. Потому что, ну, я считаю, что это правильно. Потому что мать защитница, то есть и кормилица. Бизнес-леди последних лет, возможно, немного проще начинать свое дело. И все же их отличает особый характер. Если мужчина бизнесмен, он, как правило, дома бывает редко. Если в бизнесе женщина, ей приходится успевать все. У каждой из финалисток подрастают ребятишки, двое, трое, у кого-то даже пятеро. И, наверное, именно дети – главный стимул в их работе. Возможно, женщину разделить на бизнес, на семью, на мать. Для меня бизнес-женщина – это успешная женщина во всех сферах абсолютно. Как в бизнесе, так в семье, как с детьми. Ну, естественно, и внешняя красота, она должна украшать любую бизнес-леди. В Ленинском районе направление женщин-предпринимателей только начинает создаваться. В Торгово-промышленной палате, которая и стала организатором данного конкурса, появился комитет, где ждут именно деловых женщин. Мы надеемся, что после конкурса все финалистки, победители и те, которые участвовали, предприниматели войдут в наш комитет и будут уже возглавить вот это мнение предпринимателей и женщин. А за победу в конкурсе борьба была непростой. Каждая претендентка была достойна победы. Но по правилам, лишь одна могла получить титул «Леди Бизнес». В результате жюри решила присудить главный приз Юлии Пчелинцевой. Она-то и станет участницей областного конкурса. В корейском Кваньчжу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. 23 июля состоялся заплыв спинистов. В 100-метровке участвовал и российский спортсмен, наш земляк Евгений Рылов. По результатам заплыва он завоевал серебро. Как позже признался сам спортсмен, цитирую, «Я отдал старт полностью, то есть я прыгнул неправильно и просто пошла догонялка по ходу всей дистанции». Также Евгений добавил, что этот результат разозлит для дальнейшей борьбы. Евгений Рылов проплыл дистанцию за 52,67 секунды. Победу одержал китаец Сюй Цзэ Юй – 52,43 секунды. Бронза у австралийца Митчелла Ларкина – 52,77 секунды. Впереди еще две дистанции – 200 и 50 метров. Будем ждать от Евгения победы. В деревне Мамонова сельского поселения Развилковская местный житель Алексей Протопопов с помощниками создают и модернизируют спортивные автомобили. Впоследствии на машинах, собранных своими руками, он участвует в российских и международных соревнованиях по трофе-рейдам самого высокого ранга. Максим Козлов познакомился с мастером и его творениями. В этой, как принято говорить в автоспорте, конюшне – несколько машин. И каждая из них собрана вручную и является настоящим произведением инженерного искусства. Сейчас Алексей в качестве штурмана принимает участие в чемпионатах и Кубках России по трофе-рейдам. А началось увлечение практически случайно. Десять лет назад позвонил брат, говорит, ты не хочешь там съездить, попробовать? Я говорю, я даже знать не знаю, что это такое. И вообще он говорит, ну ты в картах-то хоть там понимаешь чуть-чуть. Я говорю, ну на школьном уровне и не более того. Ну он говорит, там зеленое от белого отличишь, там поле от леса. Я говорю, ну надеюсь, отличу. Ну вот так вот один раз съездили, затянуло. Ну вот, теперь пришли к такому. Трофе-рейды – настоящее испытание для автомобилей и пилота. Поэтому здесь подготовка машины – самое главное. Да и в ходе заезда необходимо пристально следить за здоровьем железного коня. Дается пилоту и штурмну бумажка и ручка. Ребята, вот все, что где-то скрипнуло, где-то стукнуло, что-то повело себя не так, как обычно, обязательно записать. Просто у механика задача починить, но он не ехал на машине. Ему надо знать. А пока вот память свежести, да, у пилота со штурмом, вот ну мало, где-то скрипнул, где-то что-то ударил, где-то вот что-то почувствовал, что не так. Это обязательно надо записать. Каждая машина делается под конкретного пилота. Учитываются все детали – от того, где удобнее для водителя располагать тумблеры, до формы кресла и его нахождения в кабине. Как сюда машина заехала и вот уже выехала конкурентоспособной, ну где-то 3-6 месяцев. И это постоянно с ней занимаешься, постоянно что-то делаешь, усовершенствуешь. Все лишнее выкинуто, там что нужно для бездорожья, для повышения там проходимости, выживаемости машины добавлено. На одной из машин выезжаем на тест-драйв. Автомобиль способен разгоняться до 130 км в час. Но необходимости в этом нет. Скорости на маршруте Трофи Рейда невысоки, поэтому основное внимание уделяется надежности техники. Оказавшись рядом с такой машиной, грех не воспользоваться своим служебным положением и не прокатиться, оседлав пару сотен лошадиных сил. Итак, включаем тумблер. Нажимаем кнопку. Так, выставляем скорость. Поехали. В этом экземпляре стоит штатный мотор от Land Rover мощностью порядка 200 лошадиных сил и коробка-автомат. Все сделано просто, практично и удобно. Из-за малого веса машина управляется очень легко. Впечатления потрясающие. На тест-драйве мы без труда проехали несколько километров, а на реальной трассе участок может быть настолько сложным, что прохождение такой же дистанции может занять целый день. И часто на этом испытания не заканчиваются. Техпомощь на спецучастке запрещена. Возможно, ремонт только из того, что имеется на борту машины, ну или соперники, если помогут, то возможно. А в том году, вот машину, что вы снимали, белый прототип, у нее сломался мотор, кусок блока откололся. Прямо на болоте, на ладожских болотах. И вот доставляли мотор техничкой, и прямо в болоте поменяли мотор. Мастера признаются, что участвовать в региональных соревнованиях им уже неинтересно. Мало достойных соперников. Поэтому уже несколько лет Алексей штурмует трассы всероссийских состязаний. Есть желание выиграть Кубок России. Это проводится раз в году, из года в год, результаты, они выше. То есть, если взять два года назад, то это были какие-то, ну, на этапах чемпионата, это были там десятые места, девятые. То уже прошлый год, ну, так наивысшее достижение было третье место на этапе чемпионата России. Судя по цели устремленности Алексея, можно быть уверенным, что мы обязательно увидим его на верхней ступеньке подиума с заветным Кубком в руке. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова